Привет, просветители! Если вы зайдёте в обсуждение любой новости, так или иначе, чаще всего иначе, связанной с русским языком, можете не сомневаться. Лучше сразу будьте уверены, вы обязательно наткнётесь на плач Ярославны. Хватит издеваться над родным языком! А уж если статья затронет кофе, заимствование или... Не к ночи будет сказано. Феминитивы? Прости господи. Тонкий аромат подгоревших комментаторов ещё долго будет стоять в воздухе. По-моему, проветрить нужно. Сегодня попытаемся разобраться, действительно ли великий и могучий уже не торт, и правдиво ли заявление. Малолеткие блогеры портят язык. Русский язык со стоповым. Для начала давайте разберём пару основополагающих пунктов, чтобы дальше было попроще. Главный момент, который очень часто ускользает от внимания плакальщиков, язык – живая система. Это не учебник увековечный в мраморе, не словарь, возведённый на пьедестал, не закон. Хотя у нас так часто меняются законы, что... Ладно, сегодня не об этом. Для живого организма характерны изменения. Если эти изменения не происходят, вот она, идеальная классика. Латынь forever. Язык по факту умирает. Проблема в том, что продолжительность жизни языка и человека несопоставимы. И вот мы пришли в школу, с той или иной степенью успеха познакомились со стройной системой «Говори так», «Ударение сюда», «Буква вот эта». И создаётся впечатление, что так было всегда. Вот это правильно, а тут ошибка. Но нет, язык постепенно приходил к тому, что сейчас считается эталоном. Какие-то формы умирали, другие приходили им на смену. Нет никакого идеального русского языка, который вот уже как 300 лет застыл и совершенно не меняется. Вот он появился такой весь красивенький, как пасхальное яичко. Поставили его на полочку и не трогаем. А ещё желательно не дышать. Нет, всё не так работает. Да сейчас русского слова не услышишь. Сплошная иностранщина. Когда я слышу подобные замечания, мне прям интересно становится. А читали ли такие сердобольные товарищи, к примеру, «Войну и мир»? Герои произведения живут в начале 19 века, классические времена, незамутнённый иностранщина из интернета. И как? Что там по заимствованиям и чистоте языка? Можно по-разному относиться к смешению русского и английского в речи некоторых популярных личностей. Мы сейчас не будем углубляться в причины возникновения подобного винегрета. Но говорить, что это особенность 21 века... Вот молодёжь, чисто ради моды. Такое себе. Вы просто демонстрируете полное незнание истории нашей страны. Нет, это никакая не новинка. В те или иные периоды в речи образованных, подчеркнём это слово, людей иностранная лексика чувствовала себя максимально комфортно. Ну ладно, это зажравшиеся товарищи и вообще не патриоты. Что с них взять? Но даже ты, любитель всего чистого, русского и незамутнённого, используешь иностранщину. Подожди возмущаться. И я даже не буду говорить о футболе, хоккее и прочих теннисах. Все ученики пятого класса уже догадываются об иностранном происхождении этих слов. Давайте подумаем о чём-нибудь таком настоящем, русском, исконном. Терем, суп, кафтан, шапка, сарафан, сарай, богатырь. Это всё заимствованные слова. Но... И это большое но. Они были заимствованы так давно, что не воспринимаются нами, как иностранные. И вот этот вопрос восприятия очень важен. Да более того, если слово вошло в активный запас буквально 20 лет назад, но до нашего рождения, оно уже не воспринимается нами как странное и чужеродное. Мы просто не знаем мира, в котором этого слова рядом с нами не было. Поэтому одни и те же слова, иностранные по факту, вызывают совершенно разные эмоции у пожилых людей и молодёжи. Но вот когда вместо исконного русского слова из какого-то чуждого языка тащат непонятного троглодита, вот что страшно. Раньше-то к этому с умом подходили. Подходили-то, может, и с умом, но опасения были те же. Про словарь Даля слышали, пожалуй, все. Но вот если бы Даля выступил со своими русскими вариантами известных заимственных слов, отнеслись бы к нему как к современным ярым сторонникам феминитивов. Атмосфера – колоземица, горизонт – глазоём, эгоист – себятник, антипод – противень, гримаса – рожекорча, нерв – беложилье, гимнастика – ловкосилие. Всё ещё авторка воспринимается странно. Неплохо бы знать, что даже в рамках одного слова происходят изменения. Когда современный человек заявит «я иду в библиотеку», меня это как минимум удивит. Кто-то ещё в библиотеку ходит. Да, современное ударение ещё совсем недавно считалось ошибочным. И библиотека – не единственный пример. Какие к чёрту поезда? Поезды. Не дружат, а дружит. Люди не понимают, что за пределами школьного курса русского языка остаются огромные пласты информации о языке, о его истории. Распространено мнение, что пятёрка в школе по-русскому означает знание всех правил. И когда такой человек видит, что что-то не соответствует тому, чему его учили, он делает вывод, что это изменилось в худшую сторону. И если недалеко отходить от той же библиотеки, в сознании многих людей живёт страх. Вот кто-то что-то скажет, и тут же всё в словарях поменяют. Исчезнет грамотная русская речь. Нет, произойти, конечно, может всё, что угодно. Особенно в наше время и в нашей стране. Но стрелочка здесь как раз-таки отлично поворачивается. Ох уж это непослушная стрелочка. Не словарь меняет язык, а словари пытаются отражать изменения в языке. Если все эти инфлюенсеры и прочие неологизмы приживутся в речи обычного человека, они попадут в словарь и действительно станут нормой. И, внимание, перестанут восприниматься уже нашими детьми, как что-то странное. Да, нам в это тяжело поверить, но это так. Вот, допустим, слово какао. Но если к нему приглядеться, очевидно же, что оно не русское. Но что-то никто не возмущается. А заимствование из французского языка? Да половина из них даже склоняться не хочет. Имейте совесть, вы в русский язык пришли. Склоняйтесь, лягушатники. Я могу понять, откуда растут ноги у опасений свидетелей великого и могучего. Из попы. И я сам, в некотором роде ученый, и я сам человек своего времени. И поэтому некоторые сочетания слов и у меня могут вызвать улыбку. Или негодование. Да нет, мне в этом плане на все наплевать. Но когда начинается заламывание рук и демагогия, вот молодежь, родной язык не знает, все портит, раньше было лучше, это звучит для меня максимально странно. Камон. Да, я использую слово камон. Засудите меня. Не надо. Еще Грибоедов говорил о смешении французского с Нижегородским. Грибоедов, блин. Но молодежь, конечно, уже не та. Русский язык со стоповым. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.